Всем привет! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале интернет-магазина VideoShopper. Расскажем, что такое Mi 10 Lite, облегченная версия флагмана Mi 10, который снискал в принципе хорошую славу, как цена-качество, как и многие аппараты от Xiaomi. Аппарат с поддержкой 5G задел на будущее, но он облегченный. Сразу скажу, что процессор это не коснулось, здесь замечательный, конечно, не флагманский, не 865 Qualcomm Snapdragon, а 765. Друзья, но он прекрасен. Большой разницы между 765 и 865 нет, только в цифрах и на бумаге. Они оба созданы по 7-нанометровому техпроцессу, это действительно классно. И на этом телефоне вы вполне можете играть в тяжелые игры, в шутеры, не знаю, в гонки, да во что угодно, леталки, стрелялки, у вас все замечательно пойдет, если, конечно, вам это нужно. С чистой совестью говорю, что этот телефон практически не уступает флагману, он игровой, если для вас это важно. В чем выражается его упрощение по сравнению с флагманом? К тому же сейчас он продается за относительно небольшие деньги, сколько он стоит, посмотрите в интернет-магазине VideoShopper по ссылке. И, друзья, на самом деле здесь нет стерео, если, не знаю, важно вам это нет, здесь только один динамик. Он хороший, нормальный, ну, как и во всех современных телефонах, но стереозвука здесь нет. Телефон, ну, классический представитель Xiaomi, тут не добавить, не убавить, нечего, на самом деле. Единственное, в плюс, наверное, камеры практически не выступают из корпуса, и это хорошо. В комплекте есть бампер, в комплекте есть, ну, относительно быстрая зарядка на 20 ватт, сам телефон оснащен неплохо, есть сверху разъем для наушников 3,5 миллиметра, и корпус, смотрите, рама у него пластиковая, а задняя спинка стеклянная. Телефон марки, ну, это, опять же, спасает бампер, и, наверное, по-своему красивый, но они большинство такие сейчас, телефоны. Вот держишь в руках, и очень часто не понимаешь, какого производителя, от какого бренда у тебя телефон, потому что они все более-менее похожи. С другой стороны, сложно что-то придумать в таком вот дизайне, очень сложно. Раньше они как-то очень сильно отличались, но это было давно-давно, как говорится. Так вот, здесь у нас сканер встроен прямо в экран, сканер отпечатка пальцев работает быстро. С правой стороны кнопки громкости и кнопка включения. Больше ничего особенного нет, лоточек под 2 нано-сим-карты внизу, внизу также разъем Type-C и динамик, как я говорил, один. Сверху, кроме разъема для наушников 3,5 миллиметра, есть еще дополнительный микрофон и инфракрасный порт. Сам телефон в руке лежит неплохо, единственное, рамки, мне кажется, несколько большоваты, но, опять же, возможно, я зря придираюсь. В целом, он смотрится очень даже ничего. Экран чуть больше 6,5 дюймов, это Full HD+, это AMOLED-матрица. Супер AMOLED. В плюсах то, что на заблокированном экране можно видеть постоянные уведомления, это очень удобно, какой-нибудь красивый рисунок, колледжный дисплей. Но это как, такой относительный плюс. Плюсы это, если вы любите AMOLED-матрицы, это очень сочная, очень яркая, очень красочная картинка и на этом телефоне с удовольствием будете смотреть свои любимые фильмы, сериалы или ролики на YouTube. Все прекрасно. А вот с камерами, к сожалению, не все так и хорошо. Основная камера на 48 мегапикселей, есть, конечно, широкоугольная камера и, знаете, сами фотографии, они обычные. Для лайт-версии, наверное, можно сказать, что ничего. А вот качество видео мне не очень понравилось. Несмотря на то, что мы интернет-магазин, но все-таки рассказываю я вам всегда правду и качество видео даже в 4К, а обычно оно всегда хорошо. И в Full HD оно не такое хорошее. Как-то мне не нравится задний фон, честно говоря. Вот я снимаю дома, улицу, просто тестовые, и я вижу не идеально. Поэтому, если для вас качество видео важно, то крепко подумайте. С другой стороны, широкоугольная камера есть, и вот на широкоугольную видео снимается замечательно. Не знаю, в чем проблема с основной камерой, именно качество видео в Full HD и 4К, но не отметить это я не могу. В остальном, если для вас это не важно, то сами фотографии более-менее нормальные, повторю. Ничего в них плохого нет. Опять же, здесь Snapdragon при желании, если хотите, вы можете поискать в интернете на свой страх риск отчасти и поставить Google камеру. Обычно, ну, в 90% случаев качество фотографий улучшается. Конечно, в смартфоне есть модуль NFC, если для вас это важно. И знаете, в целом, модель с одной стороны, вот 5G есть, современный телефон. С другой стороны, здесь нет частоты обновления выше 60 Гц. Еще год назад это было нормой и для флагманов, и абсолютно для всех. Сейчас много телефонов, которые имеют частоту обновления 90 Гц, но, если честно, большого смысла покупать их нет, потому что 60 и 90 разница очень маленькая. Она небольшая. А вот 60 и 120 или 144, как тот же Xiaomi делает Mi 10T, например, или Mi 10T Pro, там разница довольно колоссальная. Просто видно, как он перелистывает менюшки, как он работает. С другой стороны, это тоже не является стопроцентной причиной купить телефон ради частоты обновления. В целом, сейчас он продается за, на мой взгляд, адекватные деньги. Да, не слишком дешево, но и не сказать, чтобы дорого, если вам важно железо. Кстати, телефон, разумеется, не греется. Я погонял в PUBG Mobile все замечательно. Повторюсь и очень его похвалю искренне и от души. 765 это прекрасный процессор. Мне бы его хватило, и я бы даже не стал переплачивать, к примеру, за 865, если бы мне нужен был игровой телефон. 765 это классно. Хотите поиграть на телефоне, дисплей яркий, сочный, хороший, можно его откалибровать. Пожалуйста, как игровая станция, игровой телефон, он подойдет замечательно. В остальном, я уже не буду повторяться, плюсы, минусы, особенности. Ну, все-таки, еще раз, пластиковая рама, отсутствие стерео спорный, но все-таки минусы. Для меня, по крайней мере, для вас, возможно, нет. В плюсах, процессор, хорошая батарейка, 460 мАч, то есть чуть более 4000. Да, не идеал, Xiaomi делают телефоны с большим батарейком 5000, но здесь немножко выигрываете в весе. Это большая лопата, но не настолько тяжелая, до 200 грамм не дотянул. В целом, думать и решать вам. Я постарался рассказать максимально подробно о плюсах, минусах, особенностях, экране, камере и так далее. По автономности, иногда пишите, почему так мало, но сейчас, во-первых, все телефоны живут с утра до поздней ночи совершенно точно, даже при нагрузке. Во-вторых, сценарий очень сильно использование отличается у разных людей. 4000 это уже норма. Даже если телефон гонять с утра, там, с 7 утра, и он всю ночь лежал, например, не на зарядке дали, и до 9-10 вечера любой телефон проживет. 4000 это хорошо, а чем выше, тем лучше. Сколько такой телефон стоит, его разновидности и цвета, смотрите по ссылке под этим видео в интернет-магазине VideoShopper. С наступающим Новым Годом! С уважением, Давид и команда VideoShopper. Счастливо, друзья!